Дорогие друзья, мне было очень интересно, когда мне мой продюсер сказал, говорит, яйца пашот можно варить без уксуса. Я сказал, да ладно, мы всегда в ресторанах, я дома у себя варю с уксусом. Ну и вот, в общем, у нас вышел некий диалог, и я решил, а давайте попробуем сварить с уксусом и без уксуса. Яйцо пашот, которое мы в ресторане называем яйцо ашота, ну вот как бы стеб стебом, но у меня есть вот два совершенно одинаковых яйца из одного, из одного, из одной почти что курочки, да, две тарелочки, в которой мы это все, и кусок хлеба даже взял, чтобы потом это все съесть. Значит, берем воду, и ковшичек такой, не очень большой, потому что тогда неудобно будет размешивать воду. Я вон взял совершенно, даже малюсенький, я бы так сказал, ковшик, потому что одно яйцо достаточно сварить будет вот в объеме. Здесь где-то 0,7 литра воды. Я сюда добавляю 3 столовые ложки обычного 9% уксуса. Довожу до кипения. Во-первых, при кипении лишняя кислота испарится. Во-вторых, нужно сразу представлять, что если у вас есть уксус, то его, конечно, если вы туда добавите 3 капли, толку никакого от него не будет. То есть, чтобы был толк, нужно хотя бы вот на литр 4-5 столовых ложек уксуса отправить. Смотрите, если вода будет сильно кипеть, будет тут уксус, не будет уксуса, яйцо разорвет все. Поэтому мы должны убрать кипение до минимума, потому что у нас уже есть 100 градусов здесь. Будьте внимательны, не разбейте желток. Яйцо аккуратно выкладываем в чашечку, чтобы оно у вас было под рукой в момент перемешивания. В общем, вода готова. Теперь нужно размешать. Мешать нужно не по внешнему диаметру, а по внутреннему. Прямо в центре тарелочки. Ой, в центре ковшика. Вот вы размешиваете, размешиваете, размешиваете в центре, в центре размешиваете. У вас получается воронка такая. Сюда аккуратно выливаете яичко. И у вас как бы центробежная сила воды, она и само яйцо удерживает в центре. Значит, как только яйцо немножко схватилось, можно капельку увеличить кипение для того, чтобы яйцо не приставало к дну, а пузыречки поднимали его от дна. Значит, ну и обязательно можно тут слегка пошевеливать и воду, для того, чтобы у вас яйцо не прилипало. Все, яйцо схватилось. Оно получилось в зависимости от того, насколько у вас набита рука или насколько у вас там какие-то процессы, воронки и так далее. Смотрите, у меня она получилась такая, довольно забавная по форме. Яйцо варится 2-3 минуты в зависимости от того, какой текстур вы хотите. Хотите совсем жиденькое, значит, варите 2. Хотите, чтобы оно уплотнилось, тогда варите 3 минуты. Но, смотрите, сильно не давайте кипеть ему. Значит, 2 минуты прошло, я делаю вот что. У меня шумовка просто крупная, но они отлезут, все хорошо. Смотрите, яичко, видно, что белок свернулся. Во-первых, нужно его сразу же переложить в холодную воду питьевую. Для начала остудить и, конечно же, промыть от уксуса, чтобы у вас яйцо не было кислым. Ну, так, во всяком случае, делают в ресторанах. Мы же его не подаем горячим, потому что, если вы его будете подавать горячим, то оно у вас, накалившись в воде, пока официант донесет, пока, не знаю, кто-то сядет за стол, ваши домочадцы, пока вы тосты поджарите, оно доготовится у вас и перестанет быть яйцом пашот. В синенькую тарелочку, вот с синим рисунком, я выкладываю то, которое было у нас с уксусом. Итак, вода у нас закипела, в ней нет уксуса. Я убираю так, чтобы у нас кипение было самое слабое. В отсутствии кипения заключается смысл приготовления яйца пашот. Не в первый раз, не во второй я не добавляю соль. Некоторые подсаливают воду. Ну, можно делать, можно нет. Самое главное, что во всех книгах и везде, во всевозможных передачах не объясняют, что вороночку нужно делать в центре кастрюльки, а не по бокам вот так вот разгонять. Когда вы разгоняете по бокам, центробежная сила растягивает яйцо, а нам нужно наоборот его собрать. Даже, можно сказать, вот как раз в эту вороночку она нам и помогает. Итак, у нас температура там 97-99 градусов. Я разбалтываю аккуратненько. Может быть, надо было чуть центре, что ли, его забросить. Его, конечно, так прям белок быстро не схватился, его немножко разметало. Вероятно, что мы все-таки получим яйцо пашот, просто оно будет не такое, скажем, собранное. Сейчас подкипятим его. Две минутки. И будем тащить. Но зато красиво там такие полотна белка. Давайте, сейчас вытащим вот это и сделаем еще одно. Ну что, опыт показал, что с уксусом белок сворачивается быстрее, и он, по сути, весь находится у нас вот здесь, в яйце пашот. Даже если у нас здесь небольшие какие-то висюльки, их можно всегда обстричь ножницами. Без уксуса яйца получились такие вот плоские, с быстро схватившимся белком от температуры. И яичный желток все равно остается жиденький. Второе, в общем, я думал, что вдруг я что-то не то делаю. Нет, оно тоже вот очень похоже. И очень много отсекается белка, когда нет уксуса. По сути, что мы видим? Вот, посмотрите, вот это вот без... Вот это без уксуса. Оно течет, оно кремовое, все супер. Вот это второе без уксуса. Оно тоже с уксусом у нас вот такое. Смотрите. Ну, видите, по сути, как бы эти более плоские, а это более объемное. В принципе, разницы особо нет никакой. И если вы яйцо, сваренное в уксусе, промываете в воде, то оно... Оно не пахнет уксусом. Для чистоты эксперимента пробуем. Конечно же, с солью. Но с этим все понятно. Весь вымазался. Да, яйцо пашот очень вкусное. Не зря французы придумали такую штуку. Яйцо пашот считалось... Из древних времен считалось... Привилегия богатых, знаменитых, высших слоев общества. Мы сейчас каждый может себе позволить это сделать. Ну, когда оно более теплое, оно... Получается вкуснее. С уксусом пробуем. Я думал, что уксус уйдет туда, куда-нибудь внутрь. Нет, никакого ощущения кислоты вовсе нет. Если вдруг кто-то скажет, что на литр много 4 столовые ложки, я вас уверяю, что это немного. Как только вода закипает, уксус сразу же испаряется. В общем, все понятно, да? Разницы особо никакой нет. Только здесь более... Такая круглая форма. Без уксуса более плоская форма. По вкусу это совершенно одно и то же. Но только без уксуса мы теряем часть белка. Он у нас отсекается, не так схватывается, как при наличии уксуса. Вы можете делать так, вы можете делать так. Все получается. В общем, пишите комменты, что вам еще бы показать такой какой-нибудь экспириенс. До новых встреч. И не забывайте лайки. И не забывайте комментарии.